Крым вышел на пик курортного сезона. В этом году там ожидают рекордный поток туристов, заявили сегодня местные власти. На полуостров едут и те, кто там бывал не раз, и новички. Причем все больше не только россиян. Уникальная местная природа и гостеприимство. Свою оценку дали гости из ближнего и дальнего зарубежья. Репортаж Виталия Каченко. Русские классики. Чехов, написавший здесь даму с собачкой. Максим Горький сравнивали южный берег Крыма с лазурным побережьем Франции. Сейчас Ялта является городом-побратимом Ницце, немецкого Баден-Бадена и еще многих признанных мировых курортов. Прогулка по знаменитой набережной. Обязательный пункт программы для всех иностранных делегаций. Именно отсюда туристы из ближнего и дальнего зарубежья начинают свое знакомство с российским полуостровом. Совершить променад у Черного моря для итальянских парламентариев лучший способ узнать, как полуостров живет после воссоединения с Россией. Когда гости увидели ялтинские пляжи и беззаботных курортников, им все стало понятно без слов. Крымчан и отдыхающих, кажется, больше интересует температура воды, чем европейские санкции. Мы считаем, что референдум на полуострове прошел легитимно. Крымчане сделали свой выбор, и мы его уважаем. Полуостров глазами англичан. Семейная пара из Лондона Даша и Ричард Хак в мае отправились в самостоятельный тур по Крыму. Прогулялись по генуэзской крепости, царским дворцам, заповедникам и по канатной дороге поднялись на вершину Айпетрия. По признанию путешественников из Туманного Альбиона, снявших этот видеоролик, их поразила уникальная природа. Большинство туристов из России. Кто-то отдыхает здесь ежегодно, а вот семья Заяца Саратова в Крыму впервые добирались по единому билету, поездам и автобусам. Через Керченскую паромную переправу практически без очередей. Можно и быстрее самолетом. Ну и как ощущения? Да супер, все здорово, приятные люди, отличная погода и все обустроено. Для украинцев путь в Крым стал гораздо сложнее. После отмены Киевом авиа, железнодорожного и автобусного сообщения. На отдых люди едут на своих машинах или на перекладных, поездом до ближайших Крыму станции, затем маршруткой, по Санцепёку пешком через границу и снова автобусом. Дома в Кривом Роге Сергея отговаривали от поездки в российский Крым. Но ужасов, о которых рассказывали по украинскому телевидению и в прессе, здесь он не увидел. После запуска энергомоста из Краснодарского края Крым спокойно справляется и без украинской электроэнергии, как, впрочем, и Днепровской воды, которая раньше поступала по северокрымскому каналу и использовалась в основном для орошения полей. Главный вопрос, который звучал, что ты там будешь делать? Я еду отдыхнуть, я еду посмотреть. Я не разочаровываю. Природа нравится, отношения людей нравятся. Что может быть ещё лучше? Некоторые боятся, у некоторых финансовые трудности. И это, как признаются сами украинцы, главная причина, почему поток с Украины значительно снизился за последние два года. Многие украинцы приезжают на сезонные заработки. Киевлянка Лилия, оформив трудовой патент, и вовсе решила переехать на полуостров на родине. Сейчас найти хорошую работу крайне сложно. И платят там гораздо меньше. Наверное, один из самых главных плюсов, что заработная плата в среднем выше в три раза. Ну, если сравнивать с моими коллегами в Украине. Поэтому, наверное, и желающих не так мало, чтобы приезжать сюда работать. Стартовавший курортный сезон может стать рекордным для Крыма за последние 25 лет. На полуострове рассчитывают принять около 7 миллионов туристов. На миллион больше, чем в лучшие годы в составе Украины. Замахнуться на советский рекорд в 10 миллионов человек на полуострове надеются после строительства моста через Керченский пролив. Виталий Катченко, Сергей Титенко и Павел Силин. Первый канал. Крым.